ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Здравствуйте, Ульяна. Здравствуйте, здравствуйте. Я с удовольствием отвечу на все вопросы. Мало того, что я приведу вам еще примеры, как не надо поступать. И поэтому некоторые люди не понимают, в чем их ошибка. И обсудим, как надо. Здорово, да. Давайте начнем, наверное, с самых каких-то основных моментов. Как часто, если ничего не беспокоит, каких-то внешних проявлений нет, нужно приходить на осмотр к гинекологу? Конечно, мы не обсуждаем ситуации, когда есть уже какие-то заболевания женской половой сферы, например, миомы, кисты, эндометриоз и так далее. Пациентки, которые имеют эти заболевания, они уже знают и, как правило, стараются четко выполнять рекомендации врача. Если женщина здорова, у нее нет никаких особых жалоб, то гинеколог должен ее осматривать или потребность в осмотре существует один раз в 6 месяцев, даже если эта женщина не живет половой жизнью, но жила когда-то. То есть, если она не девственница, то осмотр необходим. Почему? Женщина может чувствовать свой организм, понимать, но, к сожалению, не везде она может себя осмотреть. И в этом случае мы прибегаем к помощи другого человека, например, врача-гинеколога. Именно врач может осмотреть, у вас не получится. И поэтому, почему раз в полгода? Потому что существуют некие периоды времени, за которые могут вырасти опухоли, появиться какие-то изменения. И это минимальный промежуток времени, за который уже могут развиться изменения. Но их можно уже, в принципе, увидеть, да, там, спустя полгода от предыдущего осмотра. Да, на самом деле, если вы регулярно показываетесь врачу, это не значит, что у вас не случится заболевание. Это значит, что врач может увидеть его в начальной стадии. Но бывают такие хитрые заболевания, что они так прячутся, и мы можем не узнать, не увидеть сразу, не распознать. Для этого существуют дополнительные методы исследования. Вот как раз о методах исследования интересно поговорить. Стоит ли сопровождать прием гинеколога какими-то анализами гормональными? Обязательно. Обязательно. Осмотр гинеколога необходим раз в 6 месяцев. Но у нас в России есть такая традиция, и хотя она уже в Европе не соблюдается, но раз в год мы берем скрининговый тест. Она называется онкоцитология. То есть берем клеточки с шейки матки на два стекла с двух поверхностей и стараемся посмотреть, нет ли там онкологических каких-то изменений. Отправляем. Вот наш центр отправляет, наша клиника отправляет в онкодиспансер, и уже врачи онкодиспансера смотрят, а нет ли сомнительных, подозрительных каких-то клеточек. Обычно стараемся раз в год брать мазок на воспалительные процессы, если никаких других жалоб нет. Не обязательно сдавать раз в полгода. Если у доктора сомнений нет, даже у Зини нет необходимости делать ежегодно, если у доктора нет сомнений. Но вот осмотр молочных желез необходим ежегодно, один раз в год. Это тоже доктор-гинеколог смотрит? Обычно гинеколог смотрит, есть ли к чему прицепиться, то есть есть ли какие-то замечания, есть ли что-то, что не нравится. Но если мы находим такие изменения, то обычно врач не берет на себя ответственности сказать сразу диагноз, а направляет к маммологу. А маммолог уже решает, нужны какие дополнительные исследования. Например, ультразвуковое исследование молочных желез или это маммография, то есть рентгеновское исследование. Ну, обычно вот онкоцитология... Ну, это основной ежегодный анализ, да? А вот анализы на гормоны, на различные заболевания, вот здесь тоже уже как посмотрит гинеколог или... Во-первых, что касается гормонов. Есть женские половые гормоны, на них их уровень мы рекомендуем определять в случае нарушения менструального цикла. Соответственно, уже выработка гормонов некачественная, либо недостаточная, либо избыточная. Либо прекращение менструации совсем по непонятной причине. То есть при каких-то жалобах, да? Да. Ну, или если мы смотрим гормоны щитовидной железы, заболевания щитовидной железы также отражаются на менструальном цикле, на здоровье женщины. Учитывая, что Кировская область – это эндемичный район, мы намного меньше получаем здесь йода, чем необходимо. Так что часто сталкиваемся с заболеваниями щитовидной железы. И, соответственно, если пациентка предъявляет жалобы, такие как на выпадение волос, резкую прибавку в весе, похудение резкое или, например, нарушение цикла, тоже связанное с этим, то мы определяем не только женские половые гормоны, но и гормоны щитовидной железы, гормоны гипофиза. То есть точно так же по уровню анализов, да, можно будет сделать вывод, что там? Да. Мы вот с вами обсудили объем обследования здорового, здорового человека, здоровой женщины, вот. А дальше уже по наличию жалоб или наличию выявленных изменений. А вот, кстати, если жалоб нет, да, что касается работы щитовидной железы, все-таки стоит раз в год к эндокринологу приходить, гинекологу-эндокринологу или нет? Сдавать анализ? Ну, смотрите, стоит, если у вас семейный анамнез осложнен такими заболеваниями у мамы, у бабушки, там, у сестры. Это да. Тогда давайте посмотрим. Но при этом, как правило, пациентка уже предъявляет какие-то жалобы. Иногда такой жалобой является просто отсутствие беременности. Например, приходит, говорит, я не беременею. Хотя и цикл сохранен, и начинаем обследовать, и находим гипотириоз. То есть проявления могут быть разные, но все равно это через жалобы. Пациентка должна рассказать, что с ней происходит, чтобы врач мог догадаться. Хотела вот такой момент еще тоже уточнить. Сейчас, на самом деле, очень много разных видов обследований, да, и зачастую кто-то из пациентов, да, может заменить осмотр гинеколога тем же банальным УЗИ. Правильно ли это? Достаточно ли, допустим, просто прийти, посмотреть на УЗИ, что там у тебя внутри происходит, и, ну, если все хорошо, то не ходить к гинекологу? Вы знаете, это страшная проблема, на самом деле. Мы сталкиваемся с тем, что пациентки запишутся на УЗИ и на прием к гинекологу. Сделают УЗИ, говорят, ой, у меня все хорошо, я не пойду. Ну, конечно, мы не можем настаивать. А даже если я начну объяснять, пациентка может решить, что вот мы так заинтересованы обязательно. Ну, это неправильный подход. Почему? Мне приходилось видеть ситуацию, когда женщины умирали, сгорали буквально за полгода, потому что понадеялись на врача ультразвуковой диагностики. Понадеялись, что все у них хорошо. На самом деле они умерли от рака шейки матки. А его нельзя увидеть на УЗИ? Или в чем проблема здесь? Если врач ультразвуковой диагностики видит рак шейки матки на УЗИ, то женщине уже не помочь. Цель обследования – это ранняя диагностика. То есть чем скорее мы даже можем найти начальную стадию рака шейки матки, и онкологи убирают в пределах здоровых тканей только часть шейки матки. Такая женщина может даже забеременеть в дальнейшем и выносить беременность и родить. Все зависит от стадии. Поэтому ультразвук вообще не заменяет осмотр гинеколога. Да, во-первых. Во-вторых, ультразвук – это отражение ультразвуковых волн от тканей. То есть ткани могут иметь разную характеристику. Даже руками осмотр гинеколога может давать одни размеры опухоли, а по ультразвуку это могут быть другие. Но в принципе большое значение. Диагноз вообще ставит не врач ультразвуковой диагностики, чтобы вы понимали. И лечит не врач ультразвуковой диагностики. Ультразвуковой метод – это дополнительный только метод. Нельзя полагаться на врача ультразвуковой диагностики, который вам еще тут же назначит лечение. Не глядя вас на состояние шейки матки. У меня недавно была пациентка, которая ходила, делала УЗИ. У нее была миома матки на момент осмотра и миома, которая деформирует полость матки. Один из узлов. Хотя и не очень большая. Женщине 48 лет. И она ходила на УЗИ. Доктор назначал ей лечение, чтобы уменьшить кровопотерю, сохранить матку. Но осмотра на кресле не было. На самом деле, когда я увидела ее на кресле, это была ужасная шейка. Ужасная. Там была и плюс ткань, и признаки лейкоплаки. Изменения неблагоприятные. И, естественно, женщина была в шоке, когда ей предложила вообще расстаться с этой маткой. Зачем? 48 лет. Вам не рожать. Матка в опухолях. Мы не знаем, как поведут себя эти узлы дальше. Жить нужно до 90 лет. Это что значит? 40 с лишним лет жить с опухолью, которая неизвестно, как себя поведет. Во-вторых, шейка требует не только лечения, еще и обследования более глубокого. Это все время, деньги и здоровье. В Европе стандарты такие. Если есть узлы миомы матки, особенно в сочетании с эндометриозом, если даже матка не сильно увеличена, если женщине за 45 и более лет и она не планирует беременеть, то убирают матку вместе с шейкой. Почему? Нет шейки матки, не будет рака шейки матки. Нет матки, не будет рака матки. Соответственно, это очень важно. Но так как в Европе умеют считать деньги, они понимают, что лучше убрать, и женщина будет жить, не испытывая никаких особых затруднений. В принципе... А гормональный фон при этом как будет меняться? Гормоны выделяются яичниками, а не маткой. То есть это не влияет на состояние той же молодости, сохранение молодости или еще чего-то? Ну, смотрите, первый момент. Мы говорим о женщинах сейчас, которые следят за своим здоровьем, которые хотят долго сохранять свою активность и трудовую, сохранять свою привлекательность и так далее. При удалении матки, конечно, по статистике, кровоснабжение яичников немножко снижается. И есть мнение, что менопаузальные симптомы могут наступить на несколько лет раньше, например, на 2-3-4 года появятся приливы, например. Но мы убрали опухоль, мы спим спокойно, и пациентка тоже. Дальше. Она готовится к менопаузе и понимает, что если ее начинают беспокоить менопаузальные симптомы, то она может использовать гормонозаместительную терапию. Если у женщины есть матка или шейка матки оставлена, мы чаще всего вынуждены использовать комбинированные препараты, которые не только содержат эстрогены, убирающие симптомы менопаузы, защищающие от климакса, но и аналог прогестерона. Именно этот аналог прогестерона защищает матку от опухолей, потому что если у женщины есть фрагмент матки или вся матка, то могут начать расти опухоли при использовании чистых эстрогенов. Если же у женщины удалена матка, мы можем назначать только эстрогены. А какой же плюс? Ну пусть она принимает с аналогом прогестерона, пусть эстроген, ну какая разница? А такая, что именно аналог прогестерона через 5 лет использования повышает риск рака молочной железы. А эстрогены нет. То есть если у женщины полностью удалена матка, она может использовать в качестве гормонозаместительной терапии только эстрогены, которые не повышают риск рака молочной железы. Вот в этом плане, так как в Европе, например, оплачиваются страховыми компаниями препараты для гормонозаместительной терапии, то, естественно, страховые компании хорошо умеют считать, что женщине без матки, без шейки матки не нужно делать онкоцитологию, не нужно необходимых обследований для тех, у кого есть матка или шейка матки, не нужно делать УЗИ. Это во-первых. А во-вторых, такая женщина не требует более тщательного обследования и регулярного молочных желез. То есть доктора спокойнее. Ну, это опыт Европы. А что у нас, как быть? Может быть, вы дадите какие-то рекомендации, как не допустить, как заметить, как можно раньше, как профилактировать эти изменения? Ну, к сожалению, вот заметить, именно связанное слово с глазами. Пациентка увидеть этого не сможет. А вот почувствует, что у неё изменился характер выделений с половых путей, что какие-то болезненные симптомы появились. Может быть, кровянистые выделения после полового контакта. Неважно, это они обильные или чуть-чуть розовым помазала. Это всегда настораживает. Ну, при этом общее самочувствие может страдать. В анализах, в общем анализе крови повышается соя. А может, и не повысится. В принципе, лучше в этом случае прийти к гинекологу на осмотр. Не идти на УЗИ, а сначала всё-таки прийти на обычный осмотр. Сначала на осмотр, потому что начинаем с осмотра. Иногда у пациентки появляются проблемы, которые она не может понять и ощутить. Чаще всего это связано с вирусом папиллома человека, который передаётся половым путём. А о том, что он есть, можно узнать только на анализах, но сдав анализ. Либо вы вдруг заметили, что на половых органах появились какие-то папилломки, мягкие образования, цвета кожи. И они могут быть разные, могут быть плотные, могут быть мягкие, могут появиться на лобке, на промежности, на половых губах. И вот таким образом пациентка может заметить. Это сопровождается чаще всего зудом и выделениями неприятными. Даже без всяких запахов, без всего просто вот. Но, в принципе, это уже оставит определённый дискомфорт, и женщина уже обратится к врачу. Ну, не всегда. Не всегда, да? Не всегда. Иногда при осмотре мы видим разрастание папиллом, изменения на шейке матки. Или можем только заподозрить, что какие-то изменения, потому что глазом диагноз не всегда легко поставить. И в таких случаях назначаем видеокольпоскопию с фиксацией, с фотографиями тех изменений, которые находим. Если, допустим, мне не нравится просто что-то, язвочки на шейке или ранке, я прошу пациентку сделать кольпоскопию, особенно если она её либо никогда не делала, либо не делала больше года назад. Иногда мы находим изменения, невидимые глазом. Но чаще всего это связано либо с вирусом папиллома человека, либо с инфекциями, передаваемыми половым путём. Сейчас, кроме инфекций, передаваемых половым путём, которые проявляются остро, таких как гонорея, трихомоноз, они заметны пациентке. Есть заболевания, которые практически незаметны. И пациентка может не предъявлять никаких жалоб. Но на самом деле мы можем увидеть изменения на шейке. Стараемся делать видеокольпоскопию, фиксируем изменения. И дальше уже смотрим, нужно УЗИ, не нужно, нужно онкоцитология. Онкоцитология бывает разная. Бывает жидкостная онкоцитология, она более точная, более сложная, более дорогая. Ну вот иногда, если у нас есть сомнения по онкоцитологии, мы выскабливаем цервикальный канал, отправляем эти клеточки на гистологию уже, берём биопсию. То есть всё зависит от того, что мы находим. К сожалению, пациентка сама увидеть не может этого. Ну у нас сегодня такая достаточно серьёзная тема. Я думаю, что мы продолжим её в следующих программах. А сейчас программа подходит к концу. Я благодарю за участие нашу гостью, Ульяну Подгорную. Спасибо вам. Это врач-акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог клиники «Мама». Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.